В столице состоялась торжественная церемония закрытия 14-го Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути». В рамках киноиуэнта были показаны 150 художественных, документальных и короткламежных фильмов в разных городах республики. В течение недели внимание любителей киноиндустрии было приковано к столице. И неспроста. Ведь по мнению специалистов, это уникальная платформа для обмена опытом, обсуждения наиболее актуальных вопросов в развитии кинематографии. Фестиваль, хорошая атмосфера, замечательно все, красивые, замечательные люди, хорошие картины. Программа была насыщенная, достаточно. Очень много молодых режиссеров. Мне понравилось, что это было. Понимаете, это замечательно. Самое классное, что эта площадка не только для кино, это площадка для деловых встреч, для новых знакомств, для новых креативных идей и для перспективного бизнеса. Международный кинофестиваль «Жемчужина Востока» заинтересовал и самых известных кинорежиссеров, актеров, а также зарубежных представителей масс-медиа. Свыше полутора тысяч молодых режиссеров, ведущих 19 киношкол мира, приняли участие по самым разным конкурсам программам. На мой взгляд, этот фестиваль очень важен для развития киноиндустрии. Здесь принимают участие опытные кинематографисты и молодежь со всего мира. В Венеции также проходят множество фестивалей, но этот отличился своеобразным подходом. Я думаю, что такие фестивали очень важны для нас, молодых людей. Причина в том, что мы многому научились, участвуя в проекте «Кино за пять дней». Нам предоставили все необходимое оборудование. С этой задачей мы справились. В процессе создания проекта мы делились опытом с коллегами из других стран. 13 городов и 20 локаций Узбекистана предложили участникам для конкурсной программы «Кино за пять дней». Молодые кинематографисты должны были поехать в определенную местность и за пять дней снять короткометражный фильм на разные темы. Казалось бы, совсем невозможным, но молодые специалисты своего дела доказали обратное. На торжественном закрытии кинофестиваля состоялось награждение победителей. Главный приз фестиваля, гран-при в размере 15 тысяч долларов, завоевал узбекский кинорежиссер Тимур Муратов. Второе место досталось Казахстану. И третье место у канадских участников. Такиша Китано. Его фильмы неоднократно были отмечены наградами Каннского и Венецианского кинофестивалей. Китано является режиссером, сценаристом и ключевым актером, и даже монтажером практически всех своих работ. Замечательный фестиваль. Не думал, что он пройдет на таком высоком уровне. Честно говоря, он сильно отличается от фестиваля в Японии. Все было так красочно. Меня, как режиссера, заинтриговал процесс конкурса кино за пять дней. Я смог также поделиться своим многолетним опытом с молодыми кинорежиссерами. И это предоставило мне кучу положительных эмоций.